Идет штурм Увереста, условия крайнего физического и эмоционального напряжения. И в экстремальных ситуациях, и в состоянии покоя, оптимальное целоснабжение всех органов и тканей обеспечивает ясно. Сердце выполняет функцию насоса нагнетательного действия. Работает оно циклически. Сердцевый цикл складывается из последовательного сокращения предсердий, желудочков, и в общей паузе. На механокардиограмме записаны все фазы сердечного цикла лягушки. Такие же фазы можно проследить на сердце теплокровного животного. Систола предсердий и последующая диастола. Систола желудочков и последующая диастола. Общая пауза. Это человеческое сердце. Предсердия желудочки отделены створчатыми клапанами. Они прикреплены с помощью хорда тенденея к сосочковым мышцам. Справа клапаны трехстворчатые, слева двухстворчатые. Полость правого желудочка. В узке легочной артерии полулунные клапаны. Их три. Такие же в узке аорты. А это легочная артерия. Сокращению отделов сердца предшествует распространение возбуждения по его проводящей системе, которая состоит из синусного узла, атриовентрикулярного узла, пучка диса и ножек диса. Возбуждение автоматически генерируется в синусном узле, откуда распространяется по отделам сердца с различной скоростью. Предсердие в восемь десятых метров в секунду. В атриовентрикулярном узле две сотых метров в секунду. Далее по пучку диса со скоростью четыре метра в секунду. А при переходе на желудочек один метр в секунду. Возбуждение предсердий и желудочков сопровождается их сокращением. Диастолы. Атриовентрикулярные клапаны открыты, полулунные закрыты. Систолы желудочков. Периоды напряжения. Так работают отдельные клапаны. На примере работы правого сердца рассмотрим фазы сердечного цикла. Средняя продолжительность цикла восемь десятых секунд. Середование цистол и диастол предсердий и желудочков показано на схеме. Цикл начинается сокращением предсердий. Кровь под давлением поступает в желудочек. После чего атриовентрикулярные клапаны закрываются. Продолжительность цистолы двенадцать сотых секунды. Цистола предсердий сменяется цистолой желудочка. Она начинается отдельными асинхронными сокращениями мышц. Продолжительность пять сотых секунды. Они переходят в общее сокращение изометрического типа три сотых секунды. Когда давление в желудочке становится выше, чем в артерии, открываются полулунные клапаны. Наступает фаза изгнания двадцать восемь сотых секунды. Период от начала расслабления желудочка до захлопывания полулунных клапанов называется протодиастолы. Полулунные клапаны закрываются, предсердия и желудочек заполняются кровью. Это общая пауза тридцать семь сотых секунды. Во время общей паузы давление во всех полостях около нуля. При систоле предсердий давление повышается до 5-7 миллиметров ртутного столба. Максимальное давление в желудочках справа 25, слева 120 миллиметров ртутного столба. И снова общая пауза. В клинике в ряде случаев используется методика зондирования песта. Под контролем рентгеноскопии вводится зонд через крупные вены в правое песта. Зонд подключается к регистрирующему устройству или кардиостимулятору. С помощью этой методики можно измерить давление в различных полостях песта. полиграфическое запись некоторых показателей кровообращения вычисляется длительностью каждой фазы цикла, а также величиной минутного и ударного объема теста. Запись ведется на четырехканальном менгографе. ЭКГ характеризует распространение возбуждения по сердцу. Зубец Т отражает возбуждение претердия. ТУ распространение по всей проводящей системе. Комплекс QRST возбуждение желудочков. Т реполяризация желудочков. Фонокардиограмма регистрирует тоны сердца. Первый тон соответствует кистоли желудочка. Второй началу диастолы. На третьем канале сигмаграмма запись кривой пульса сонной артерии. Анокрота соответствует кистоли. Катокрота диастоли. синтезуа. Синтезуа. Дикротический подъем. Захлопывание полулунных клапанов. На четвертом канале запись реаграммы, по данным которой можно рассчитать систолический выбор. Количество крови, выбрасываемое сердцем в аорту за одну систолу, составляет 70-100 миллилитров. За одну минуту сердце перекачивает 5 литров крови, а за 70 лет работы 175 миллионов литров. Энергия, расходуемая сердцем за один месяц, достаточно для того, чтобы поднять человека весом 70 килограмм на высоту Эдереста. Удивительный орган сердца. 抽емертер Субтитры создавал DimaTorzok